И именно на пятом этаже здания с часами сейчас базируются члены нескольких украинских радикальных организаций. Вообще весь мир сейчас обсуждает украинских радикалов. Слова «правый сектор» в газдепе США произносят без перевода. Под крылом этого движения с десяток националистических организаций. Активисты правого сектора атаковали милицию на Грушевского 19 января. Теперь они выдвигают свои требования и уйти готовы только на своих условиях. Кто они эти бойцы? Что их объединяет и подчиняются ли они хоть кому-то? Выясняла Оксана Котова. Хорошо защищены ноги, лицо, что-то в руках и обязательный элемент амуниции, щит. Особенный шик, если он трофейный. Кто-то называет этих ребят террористами, кто-то фанатиками. Но все давно сошлись в одном. Их на улицу вывела оппозиция. Теперь спор лишь в другом. Сможет ли она их увезти отсюда? Никто не знает, сколько их, где их главная база. Что кроме коктейлей Молотова и камней у них в запасах. И кто в действительности лидер притихших нынче бойцов правого сектора. Их вообще мало знали. Вот до этих событий на Грушевского. Агрессивные действия представителей радикальной организации «Правый сектор» недопустимы. Это цитата из заявления госдепа США. За ним последовало и обращение к американским властям. Просим остановить сопротивление националистических и террористических организаций правого сектора и принять участие в ликвидации радикальных групп с использованием сил и средств американских спецслужб. 27 января 2014 года. Петиция на сайте Белого дома об оказании помощи украинской милиции почти за неделю набрала около 26 тысяч подписей. Для рассмотрения вопроса администрации президента нужно 100 тысяч. А вот реакция украинских властей. Необходимо негайно прекратить массовые заворушения, которые сопровождаются насилием, подпалами, погромами. Это не просто хулиганство. Это злочин против державы. Они на улице больше месяца. Пять захваченных зданий, заблокированные улицы в центре столицы – дело рук наиболее агрессивных бойцов. Отряд «Белый молот» – элита погромов. Судя по этим кадрам, страх смерти напрочь отсутствует, как и восприятие в эйфории любой политической силы. Последнюю неделю они в роли мирных протестующих. Мирная база – это две палатки на улице и один из этажей в Доме профсоюзов. Снимать категорически нельзя. В коридорах карематы, железные щиты, палки и бойцы. Спят, как британские солдаты на Крымской войне, в масках-балаклавах. Британцы, правда, их носили из-за балаклавского холода, а правый сектор – из-за страха преследований. Там нет, именно среди бойцов, женщин, детей, ветеранов. Есть своего рода круговая порука. То есть, кто попал туда, не попадает. Каждый один одного знает. Люди знают, в имя чего они проливают свою кровь, в имя чего они жертвуют своей свободой, своим часом, своими грошами. Страх у каждой люди есть. Через два дня, ровно во вторник вечером, правый сектор грозится опять сорваться на погромы. Если власти оппозиции, они выполнят их ультиматум – немедленно отпустить всех арестованных. Они нам просто не лишают выбору. Они провокуют черговый виток насильства. Мы не хотим этого. Но при том всему мы не будем лишать людей в достижении. Но этой или какой-либо другой третьей стороны в переговорах не будет. Это не должно перетвориться на митинг, або на какую-то партийную организацию. Поэтому я считаю, что достаточно репрезентована переговорная группа. На вопрос, почему оппозиция не особо стремится увезти правый сектор с улиц, у политолога есть свой ответ. Оппозиции правый сектор выгодный. Потому что они могут сказать, что мы ни одного отношения не имеем. Мы за их действия, ответственности не можем нести. Но у оппозиции нет своих силовых подразделений, которые готовы действовать в протестировании. И оппозиции нужны для того, чтобы тиснуть на власть. Только одного человека они сейчас признают. Комендант Майдана Порубей не на камеру признается, он действительно имеет влияние на радикалов. В 90-е он возглавлял, кстати, организацию «Патриоты Украины», которые исчезли, а теперь опять появились в составе правого сектора. Но пользоваться своими дружескими связями он не будет. Не так страшен радикал, как его молюют, уверяет Порубей. Вы их контролюете? Слово-таки негарно. Вы их опекаете? Я с ними спеперсуюсь. Вы с ними спеперсуете? А оппозиция с ними спеперсует? Мы все есть оппозиции. Они будут стоять и дальше на Майдане. Наказание за нарушение во время массовых акций в западных странах гораздо серьезнее, чем в Украине, говорят эксперты. К примеру, во Франции закрытое лицо во время беспорядков – три года тюрьмы. В Великобритании, помимо штрафа, это может обернуться десятью годами заключения. В Германии еще строже – пожизненное. Часть ребят, которые являются исполнителями, они используются организаторами в качестве пушечного мяса. Ситуация выходит из-под контроля даже у этих организаторов. Сейчас правый сектор стоит на позициях – отступать некуда. Для них шаг назад – это шаг в СИЗО или в подполье. Оксана Котова, Павел Холодов, Роман Ребрий. События недели. Продолжение следует...